Липа это дерево-долгожитель. Она произрастает на одном месте более половины тысячелетия. Прецветение окутывает окружающее пространство сладковатым медоватым ароматом, который буквально притягивает насекомых со всей округи. При этом липовый цвет обладает уникальными лечебными свойствами. Но всю эту пользу омрачает один факт. Мусор, который после себя оставляет это дерево, является огромной проблемой для владельцев автомобилей и просто жителей городов. Прежде всего он связан с условиями произрастания липы. Ну, липа, как вы заметили, вот эти клейкие листья и как бы плачущие деревья с каплями падающими наблюдаются в сильную жару. Вот оказывается, что в сильную жару липа не терпит сильного сухости воздуха, недостаток влаги и выделяет жидкость, капельную жидкость на кончиках листьев. Эта жидкость, это как бы своеобразная защитная реакция. Эта жидкость привлекает огромное количество тли. Есть такое насекомое тля, которое устремляется к липе и проживает она на листях с нижней стороны в огромном-огромном количестве. Но тля использует сок липы и одновременно выделяет продукты своей жизнедеятельности. Однако не стоит забывать о положительном влиянии компонентов плода липа на организм человека. Липовый цвет используется в качестве ароматизатора в парфюмерной промышленности, а также как заменитель чая. Настой сухих цветков применяется в народной и научной медицине при воспалительных заболеваниях органов дыхания, туберкулезе, пилонефрите и множестве других болезней. Также одним из главных достоинств липа является ее нектароносность. Как медонос она не имеет равных в отечественной флоре и дает самый ценный душистый мед. По вкусовым и целебным качествам липовый мед издавна считается лучшим. Все виды меда содержат некоторое количество витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. Всего около 300 химических соединений. Липовые не исключение. В составе меда найдены витамины группы В, ПП, витамины группы С, минералы калий, магний, кальций, фосфор, цинк, марганец, полифенольные соединения, дубильные вещества, аминокислоты, гликозиды, ароматические вещества. Калорийность составляет порядка 350 килокалорий на 100 грамм. Многие, кто на себе испытал все прелести цветения липы, всегда задаются вопросом, почему она произрастает в таких количествах. Ответ на этот вопрос дает история. В древности липа считалась практически священным деревом, в которое и молния не бьет, и злые духи от нее разбегаются. Ее считали счастливым деревом и всегда сажали вокруг своих домов, чтобы привлечь удачу и везение. В свое время 70% насаждений города Казани – это был клён ясенелисный. Это порода, которая очень быстро развивается, растет, а потом еще и размножается очень активно. И она в связи с тем, что была очень широко распространена в городе, она заняла все бросовые даже территории. Но потом была установка на постепенное выживание клёна американского, потому что это недолгая сточная порода. И ее, конечно, желательно бы и постепенно убирать. Но вот ее замену на клён американский, замену на клён американский пришла липа, сердцевидная. Стоит отметить, что свое негативное влияние на людей это дерево прекрасно компенсирует наличием полезных свойств и практичностью ее древесины. Но преимущества могут быть не только в этом. Растение обладает высокой антибактериальной и фитоцидной активностью и рекомендуется для озеленения не только городских парков, но и животноводческих комплексов. Отмечено, что это способствует меньшей заболеваемости скота.